здравствуйте уважаемые коллеги хочу вас спросить вы давно что-нибудь слышали о японии великой стране третья экономика мира ну кроме аварий на вкусе конечно ничего не слышали вот действительно она существует продолжает работать и так все там плохо но раз тебя нет телевизора тебя вообще нет существует такое странное правило информационном поле я просто вспомнил почему японский миллиардер хироси тиравама однажды отвечая нашим экономистам социологам которые восхищаются японским чудом сказал такую фразу вы не говорите об основном а ваши перенастующие роли в мире в 1939 году вы русские были умными а мы японцы дураками сорок девятом году вы стали еще умнее а мы были пока дураками а в пятьдесят пятом году мы поумнели а вы превратились пятилетних детей вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей что лишь разница и что у нас капитализм частные производители мы более 15 процентов роста никогда не достигали а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30 процентов и более во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры вот те япония а вы говорите фокусима должен вас порадовать неугомонные товарищи не успокаиваются депутат государственной думы по фамилии сердюк из партии справедливая россия направил министру образования льванова документ запрос в котором изложил такую идею нужно подвергать всех наших школьников детей тестированию по поводу интеллекта и соответственно с этим разделять их на на соответствующие касты даренных там не одаренных безнадежных ну и собственно говоря так и обучать потом сразу как выписывать такой пожизненный приговор ссылается на этот самый кью которым вряд ли он что-то понимает а теста айзенка другие тесты которые существуют и стали же классикой но собственно с другой стороны немного устарели и более совершенной методики но самое главное ребята ведь не понимать что они слышали слова айки у звон и знает где он интеллект вообще определяется психологическим словаре так что это относительно устойчивая структура умственных способностей индивида относительно устойчивая она может меняться и если мы определяем по этому тесту айзенка на какой-то айкью и говорим вот все теперь навсегда ты мальчик будешь в лучшем случае дворником там худшим академиком и так далее так неправильно это может быть базой для оценки возможности потенциала развития подбора методик подбора там стиля обучения для каждого школьника это было бы полезно но ведь ребята как медведи в бане или как слон в посудной лавке могут и внедрить кстати слышал есть такие слухи вроде бы даже правда где-то в забайкале то ли чеченского столи где подальше от москвы такой эксперимент ведут с детского сада детей делят на касты это будет обслуга это производителя там какие-то исполнителя а это элита но элита видимо будет не потому что они очень умные дети потому что они чьи-то дети и говорят что фонд ходорковского спонсирует этот эксперимент то есть мы все егэ ругаем там баланский процесс а ползущая контрреволюция она идет везде и вот здесь я уже слышал что ваших классов детей начинают учить писать не как правильно а как слышится если в интернете такие странные тексты где нет ни знаков припинания не русских слов какая-то сплошная без заглавных букв писанина то есть что-то они госсовет недавно прошел президент это обсуждали проблем образования но как обсуждали полистали бумаги сделали умные лица и призвали сделать наше образование лучшему мире но и так было лучшим мире зачем ломали и кто будет это делать прежние министры и прежние реформаторы которые остались на своих местах не сомневаюсь недавно один мой знакомый коллега рассказал историю которую можно считать смешной с одной стороны но с другой стороны просто страшный но он уволился с работы то есть он работал на одном из казанских предприятий на заводе но классный конструктор и обновенно приняли в другую фирму чем даже там когда-то еще уже работал до этого вот но почему он уволился он рассказал но я просто не поверил на такая чудовищная история там значит эффективный менеджер директор он припал когда-то источнику опять же американских тренингов и вбил себе в голову что управлять надо так идеал управления как готовит американский спецназ каких-то там первокурсников американского спецназа сотрудника заставляет смотреть фильмы проект спецназ свободное от работы время и вот так ведь нужно работать один из всех сезон и так далее так далее но самое чудовищное с утренние совещания проходят у директора и главный инженер завода и кто-то из конструкторов значит ну опоздали на это совещание вот встаньте вот здесь выбирайте отжиматься или приседать главный инженер человек которому за 45 лет отдуваясь начал приседать присутствие своих подчиненных вот молодой спортивный сотрудник стал отжиматься потом повторилась еще раз эта история другой день и так далее ну вы можете сказать от ну чат частный случай но есть такой один дурак вот нашелся медведь на воеводстве вы знаете что-то все чаще встречают такие подобные вещи вот он припавших вот к источнику истинного знания в западных тренингов и прочих вот этих эффективных манагеров это происходит в казани в 21 веке с ума посходили и даже не на вочной базе на серьезном промышленном предприятии пора когда поганой метлой жгнать таких товарищей этих эффективных манагеров куда смотрит их начальство если вообще существует или начальство такое знаете давно уже замечал сейчас даже перестал проверять на первокурсика на студентах но то что опять называется наглядностью обучение вот можно пойти в любой вуз и даже в техническом вузе пройти и спросить вот ребята у меня в руках тяжелая книга допустим авторучка если одновременно с одинаковой высоты уроню их на пол что прилетит быстрее у треть студентов скажет что книга быстрее почему она тяжелее мы уже решали задачи gt квадрат пополам формула свободного падения там нет массы они падают одновременно если конечно там не лист бумаги который с морсиллени воздуха будет мешать но они тела падают на землю одновременно независимо от их массы и опять же спрашиваю а в школе вам учитель физики встал на уроке и продемонстрировал такой опыт и синхофазотрон же целый просто книгу бросить авторучку и убедиться что они падают одновременно еще галилео галилей бросал разные тела разные массы из пизанской башни этот эффект обнаружил вот пришло в школе вот не судьба что ли взять и показать детям как устроен мир странно свое время была у нас такая практика но это конечно ряд применялась но так без защиты или присвоение какой-нибудь ученой степени без защиты диссертации по совокупности работ или за сумки заслуги от в области техники науки вот скажем после полета нашего корабля буран 17 ведущих конструкторов этой машины получили докторскую степень технических наук без защиты диссертации а гораздо раньше во время отечественной войны ну все знают знаменитую катюшу гвардейский реактивный миномен бм-13 один из ее создателей иван гвай будущий академик тоже ему присуждена кандидатской степени технических наук без защиты диссертации когда он пришел в акт получить свой диплом и его спросили а где ваша диссертация и он ответил моя диссертация стреляет на фронте уважаемые коллеги вот все мы ходим по улицам нашего города других городов россии и наверное не только в казани к сожалению такая практика существует но написано улица имени такого-то человека специальная комиссия в обсуждает кандидатуру каких-то знаменитых людей ну как там считается принято что через десять лет после кончины человека известного знаменитого можно называть какие-то объекты в улице там площади его именем решает вопросы вешать табличку с именем этого человека и все ну и что что сидор матрасов кузнецов а кто он такой и особенно школьники молодежь и нас почему-то не принято вешать табличку рядом где-то одну-две на улице нужно описать а за что человеку достоин такой чести что в память о нем названа улица вот здесь в редакции посоветовались решили пробел исправить потихоньку и будем каждый раз говорить таких тот казанских улицах о людях которые в честь которых названа эта улица вот кстати сразу приходит год одна из больших крупных и транспортных протерий казани это улица рихарда зорге рихард зорге это был советский разведчик знаете как говорят знаменитыми становятся только провалившиеся разведчики зорге у группы сильно провалилась японии позываю был рамзай его японцы казнили вот родился он вообще-то в азербайджане отец был немецким инженером на промыслах нобеля там добывали нефть потом вернулся германию своей семьей он даже воевал в первую мировую войну получил три ранения и в госпитале он сблился с солдатами такой социалистической ориентации агитаторами стал убежденным сторонником уже социализма и потом в двадцать четвертом году перебрался в советский союз получил гражданство и потом поступил на работу что-либо приняли на работу в нашу внешнюю разведку в японии он работал под видом корреспондента немецких газет ведущих и постепенно стал пресс-секторем немецкого посольства в токио пользовался высоким доверием посла всех сотрудников имел доступ к самым интересным документам и вот сообщал но его имя потом обросло всякими легендами домыслами что их якобы там бросили или стали не захотел их обменивать японцы предлагали что он давал неправильную дату начала войны стали не мог сориентироваться или там неожиданность было 22 июня во-первых и гитлер переносил не раз дату передвижение войск были в последний момент за две недели до нападения танковые дивизии только подошли к нашей границе вот и многие вещи из разных источников поступало дату не сильно точнее даже зорге не не сказал но самое главное его заслуга в том что он абсолютно точно дал информацию другого рода что япония не вступит в войну с советским союзом при нападении гитлера и сорок первом и сорок втором году так собственно произошло и мы смогли двадцать шесть дивизий снять дальневосточных рубежей и перебросить под москву что собственно спасла нашу столицу зимой 41 года сдачи немцам зорге был казнен похоронен сейчас токио американские войска оккупировали японию или захоронили с воинскими почестями и вот память о нем на за натуре в нашем городе стоит памятник один из величайших разведчиков современности рихард зорге